50-летний мужчина со стажем вождения 14 лет погиб в дорожной аварии, виновником которой он же и стал. Это жуткое лобовое столкновение произошло накануне в седьмом часу вечера в Свердловской области на участке Тюменского тракта между Богдановичем и Камышловым. 29 января 2014 года примерно в 18.20 на автодороге Екатеринбург-Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-2110 при выполнении маневра обгон двух большегрузных автомобилей не убедился в безопасности, так как в морозное время и при задымлении от выхлопных газов не увидел встречный автомобиль, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, где водитель автомобиля ВАЗ-2110 погиб на месте. К этой трагедии определение нелепое подойдет как нельзя кстати. 50-летний, ну или лучше сказать без малого, 50-летний предприниматель, временно проживавший в Екатеринбурге, возвращался за рулем взятый в прокат ЛАДы 10 модели аж из Кемерово. На заднем сидении у него располагался большой дорожный чемодан. С ним он собирался продолжить путешествие в Москву, но правда уже самолетом. И вот когда позади у мужчины осталось чуть ли не 2000 километров, а до аэропорта Кольцова нужно было проехать всего каких-то километров 100, он попал в облако выхлопных газов большегрузных фур. Почти такая же нелепая смертельная авария произошла на этом же самом месте два месяца назад. Это было 25 ноября прошлого года. Дата и время, указанные видеорегистратором, не верны. Водитель японской праворульной иномарки также пытался обогнать впереди идущую фуру, но всякий раз вынужден был возвращаться в свой ряд, видя встречные машины. Он пытался быть предельно осторожным и тем не менее оказался жертвой лобового столкновения. Как? Да со встречки прилетел уснувший за рулем автомобилист. А той аварии, унесшей жизнь человека, ровно на том же месте, что и накануне, вспомнил начальник Камышловской ГАИ. Значит, по сравнению, если взять с прошлого года, то на этой территории, именно на этом участке, 123-го километра, также произошло дорожно-транспортное происшествие, где водитель погиб. В результате ДТП водитель уснул за рулем. Как и два месяца назад в этой аварии пострадали и другие люди. В частности, 30-летний водитель Лады Приоры. Мужчина ездил в Екатеринбург за детской кроваткой для своего новорожденного малыша. Эта самая кроватка, лежавшая то ли на заднем сидении, то ли на полке в багажном отсеке, и прилетела ему в затылок во время удара. Но серьезных травм водитель Приоры, к счастью, не получил. С сотрясением головного мозга и ушибами его на скорой доставили в Камышловскую центральную районную больницу. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок, так как сильные стоят морозы. В связи с этим также предупреждаем, чтобы соблюдали скоростной режим и все правила дорожного движения, и быть внимательными на дороге. А также в такие погодные условия помогать всем водителям на дороге, где увидите или заметите, что стоит водитель или с заглушенным двигателем, ну, оказывает все необходимую помощь.